КОНЕЦ Более или менее, все было понятно заранее, было понятно самому Пригожину, который усилил свою безопасность очень давно, он говорит, что с прошлого лета, я боялся, что он не украинцев. Было понятно и тем источникам, с которыми мы разговаривали, а через месяц после удавшегося пуча, неудавшегося восстания, мы поговорили с разными источниками в ФСБ и ГРУ, и те предупредили, что Пригожину лучше к балконам близко не подходить, потому что он может случайно выпасть из окна, но действительно упал, правда, не из окна, этого многие ожидали. И это, в общем, вписывается в общий контекст событий, то есть Путину нужно было, конечно, показать, что то, что было сделано Пригожиным, совершенно недопустимо, не имею в виду этот мятеж, что за это будут последствия. Песков заговорил, вышел он из тени, из небытия, ну или, как говорили, из отпуска, назвал он абсолютной ложью причастность Кремля к гибели Евгения Пригожина. Кто, на ваш взгляд, может быть причастен к этому? Ну, с Песковым у меня давным-давно определился очень хорошая возможность его понимания, понимание того, как интерпретировать то, что говорит Песков. Песков человек, которому платят за то, чтобы он обрал. И поэтому, для того, чтобы понимать, что он говорит, нужно просто ставить обратный знак по сравнению с тем, что он сказал. Вот если он сказал, что Кремль не имеет никакого отношения к убийству Пригожина, то значит, он сказал, на самом деле, что Кремль именно и убил Пригожина. Вот здесь все очень просто. Как, на ваш взгляд, почему Евгений Пригожин решил пойти на это? Ведь он умирать, судя по всему, не собирался. Последние его дни описали в Wall Street Journal, и там он, в частности, ну, по данным их источников, и сундук с золотом рассматривал и говорил, что ему нужно больше золота за то вооружение, которое было поставлено в Африке. И встречался с президентом ЦАР. Вообще, как он мог полететь, так довериться Владимиру Путину, пролететь над Россией и полететь к нему в гости, судя по всему? Ну, судя по всему, вообще, я считаю, что Пригожин в этом самолете был уже в виде трупа. Он не садился в этот самолет, и поэтому его, так сказать, и Пригожин и Уткин, по моей рабочей версии, вообще туда были подложены вместе с бомбой. И там живыми были члены экипажа, которые ничего не знали, живыми были пять человек, которые были там от Вагнера, которые ничего не знали, то есть финансисты, и там, по-моему, начальник какой-то их контрразведки внутренней, секьюрити внутреннего, и плюс их охранники, вот они ничего не знали. Потому что с этим самолетом все на самом деле сейчас выясняются загадочные вещи. Представьте себе, значит, Пригожин, который разыскивает вся полиция, который является вообще самым разыскиваемым человеком в Российской Федерации, и вдруг, там, за два часа до вылета его борта, к этому самолету приходят какие-то некие покупатели, которые допускаются, соответственно, аэродромом, аэропортом, всей системой охраны, которые делают, значит, там, снимки в этом самолете. Ну, вы можете себе представить, что вот Пригожин, который такой весь смотрит, что бы у него там ни случилось, значит, допускает то, что к нему приходят какие-то там покупатели на этот самолет. Это раз. Второе. Стюардесса в этом самолете говорила, что они сидят и, грубо говоря, ждут, вылет задерживается, потому что самолет взяли то ли на внеплановый ремонт, то ли на какой-то там технический осмотр. Ну, тоже вторая вещь для меня, для человека со шпионскими мозгами. Тут когда, вообще, я, кстати, статистику эту заметил давным-давно, 80-90% всех авиакатастроф происходили после планового ремонта самолетов. То есть вот самолет, грубо говоря, ставят в ангар, чтобы его отремонтировать, у него там отвинчивают какие-то детали, и, как это обычно бывает, люди же все ошибаются, а деталей в самолете очень много, и в самолете очень много маленьких всяких винтиков, шпунтиков и так далее, а самолет одновременно – это машина, которая летает с большими скоростями при минус 60, при минус 50, которая, когда с одницией взлетает, она там, перегрузки огромные, его достаточно недовинтить какой-нибудь маленький где-нибудь там винтик или шпунтик, и все, и самолет может, по крайней мере, испытать очень серьезные перегрузки и даже упасть. Вот, и моя рабочая версия такая, что вообще Пригожина убили довольно быстро после Путча. Путин его убил сразу, потому что он не мог простить Путча Пригожину. Это все байки, это все рассказки того же самого Пескова, который рассказывал, что он, в самом деле, встречался с Вагнерами, это все байки. Путин ни с кем не мог встречаться, когда такая ситуация. Он их всех считает предателями, и это все нам рассказывали, чтобы успокоить солдат Вагнера. И дальше, почему их надо было успокаивать? Потому что до 12 июля они были вооружены и могли устроить второй мятеж без Пригожина. А если, не дай бог, им сказать, что Пригожина посадили или арестовали, то вообще они могут, так сказать, все взбунтоваться и пойти снова на Москву. Поэтому вообще вероятно, что Пригожина и Уткина убили сразу. Не исключено, что даже всех командиров, 35 командиров, которые якобы встречались с Путиным, они тоже все арестованы и, может быть, даже тоже уже убиты. Чтобы не было противоречий. Но прежде чем их убить, у них изъяли, как вы сами понимаете, все их электронные девайсы. Из них выбили все их логины, все их пароли. И таким образом сидит десяток айтишников службы ФСО. У каждого по три телефона командиров с бумажками. И вот здесь я такой-то, у меня позывной такой-то. И я общаюсь с теми-то. И друг с дружкой они общаются, чтобы поддержать два месяца. Ощущение в Вагнере, что все идет по плану, что все идет нормально. Затем Путину надо было убивать Пригожина, потому что Пригожин его предал. Раз. Пригожин его выставил в абсолютно смешном виде, потому что его никто не выставил защищать. Пригожин обнажил. Пригожин был тем мальчиком из сказки, который сказал, а король-то голый. Вот что произошло. Все говорят, черный лебедь, когда выйдет человек, который скажет, что Путин никакого нету, и что все это туфта. Все, был уже Путин. Был такой мальчик, Пригожин. Он 23-24 числа сказал, что я иду на Путина. И никто не вышел в защиту Путина. Вообще никто. Не только в народе, но даже в армии, в ФСБ. Они же взяли Ростов, в Ростове. Областное управление ФСБ по Ростову и Ростовской области. Раз. И в каждом отделе города Ростова есть райотдел ФСБ. Они все сдались. Вся полиция сдалась. Там есть управление погранвойск по Ростовской области или даже по какому-то там округу, по Южному округу. Все сдались. Вообще ничего не произошло. Этот самый командный пункт сдался. То есть Пригожин выставил Путина в качестве полного идиота. И абсолютно человека, которого, во-первых, ничего не решает. И со спиной которого вся страна сдалась. Путина в качестве полного идиота.